Субтитры создавал DimaTorzok 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 и вот честно для себя не подглядывая то вы будете ходить то в одну сторону то в другую сворачивая то есть человек на большой территории будет ходить не просто кругами может конечно и кругами но в основном будет ходить вот зигзагами и в какой то момент конечно возможно что он вернется в свою точку но не обязательно есть распространенное мнение о том, что действительно одна нога короче другой но проводили ребята эксперимент в ночное время человек двигался старался в одном направлении, не ориентируясь ни по звездам, ни почему, просто старался идти прямо и показывали по GPS его траектории, такие вот зигзаги ну вот чтобы было понятно хорошо, то есть выбрать одно направление, дальше если у нас есть карта мы можем сориентировать карту по местности и посмотреть в каком направлении нам двигаться то есть ну карту с север на север направляем ну мы проходили с вами уже может не совсем, курс ориентирования с помощью компаса и следующий момент, это аварийный азим тоже его по-моему разбирали это когда мы перед тем, как войти на какую-то территорию такую вот где мы можем заблудиться, мы выбираем направление в которое мы можем возвращаться сейчас я как бы коротко расскажу про это, целиком затрагивать тему не буду просто мы знаем направление в любой момент, если мы потерялись, мы идем в том направлении максимально быстро выбираемся в местность, которая нам более-менее знакома вот это три случая потому что зачастую мне говорят, что для чего мне знать сторону света если у меня все равно нет карты вот человек ответил чтобы хотя бы двигаться в одном направлении и куда-то да выйти то есть выйти там на просеку, на трассу может быть какому-то населенному пункту, к реке и так далее так, ну давайте разберем вариант если мы потеряли компас самый-самый простой вариант сориентироваться если нет солнца, ничего другого это сделать самодельный компас если у нас в наличии есть какие-нибудь блюдечко с водой блюдечко с водой да, и иголка правильно, вот я как раз сегодня принес не блюдечко не совсем, ну в принципе да, тарелку принес можно будет только набрать это можно, можно туда, можете сюда дам чтобы не сильно много чуть-чуть буквально воды там чтобы покрылось дно и иголка, вот сразу расскажу, какие бывают мифы про иголку иголку говорят, что нужно потереть волосы чтобы она магнитилась она не магнитится а волосы сколько ни терли, не получается ну то есть просто даже с точки зрения физики я не знаю, как она работает говорят, что ее трут об волосы для того, чтобы она стала жирная чтобы можно было опустить ее на воду и она поворачивалась на самом деле, если даже ее протереть спиртом чтобы убрать весь жир и опустить на воду маленькая иголка все равно будет лежать за счет сил поверхностного натяжения о, спасибо иголка сразу скажу, она намагниченная то есть постараюсь аккуратно опустить ее надо было подожрать, когда она будет немножко успокоиться есть компас надо, если что? да, 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 сейчас, сейчас у меня в принципе тоже есть все, давай, а ну давай приблизительно тут еще важный момент вот сейчас я допустил некоторую ошибку так уже кинул на скорую нужно смотреть, чтобы рядом не было металлических предметов сейчас у нас металлические получаются ножки да, вот если я положу компас видно, что компас тоже поворачивается в ту сторону потому что здесь ножки ну, как проверить, работает ли иголка понятно, что все металлические предметы в том числе, я покажу, мобильные телефоны забираем подальше то есть под нашу мобильный телефон ребята, вам правда не видно ну, просто она поворачивается стараемся сделать так, чтобы иголка не касалась стенок нашего сосуда сосуд должен быть, опять же, если вы используете какую-нибудь пластмассовую посуду это нормально но если посуда у вас там котелок алюминиевый можно использовать медный можно использовать он почти не влияет на показания иголки а вот, например, тот же алюминиевый котелок с металлическими и стальными ручками он может уже за счет ручек оказывать влияние на иголку и наша стрелка импровизированная просто будет поворачиваться не так, как нужно но это будет вносить некоторые ошибки и может быть даже очень существенные соленая вода использовать можно некоторые говорят, что вот миф есть такой соленую воду нельзя, нужно, чтобы вода была пресная нет, соленая вода, все точно так же специально солили воду опускали иголку, все будет нормально можно использовать собственную мочу если воды у вас ограничено вы боитесь, что там разольете можно мочиться в холодное время суток, вот как сейчас на улице этот метод составляет некоторые проблемы потому что вода будет замерзать но опять же, вы воспользовались потом воду нужно куда-то слить прошли и дальше если вы сливаете воду в бутылку у вас получается, то можно бутылку нести под одеждой чтобы вода просто не замерзала потом снова налили, измерили, да и дальше можно еще на костре немного подогреть ну можно, просто на костре получается, что если мы движемся направлении мы сориентировались, нашли себя, дошли до него и нужно снова сориентироваться если мы будем каждый раз разжигать костер у нас будет слишком много времени поэтому проще все-таки под одежду ну то есть такой вариант кроме того, у вас будет вода, которая не замерзнет не так, что вынесли ее в рюкзаке, потом вам захотелось пить вы открыли крышку, а у вас там лед и потом хотите, что хотите делать но сейчас на улице опять же есть снег взяли снег, в руке чуть-чуть подержали, разогрели руки, помахали ими подержали, немножко накапали, кинули иголку ну в принципе сейчас это не проблема вот, крайний случай это ваша собственная мощь так, ну ладно, это мы в сторону отставим показал, ну еще раз, мобильные телефоны, рации, все подальше забираем ну вот нож, да, тоже оказывает влияние причем очень неплохо, она плавает за ним вот, они влияют на это все дело вот, это что касается компаса иголка это самый распространенный вариант на самом деле используется может все что угодно что может магнититься, это может быть булавка это может быть, если вы какой-то там выживальщик, турист, рыбак крючки, крючки для рыболовной снасти в общем любые предметы, которые могут магнититься как мы их намагничиваем разные варианты, говорят, на сильный магнит положить или что-то магнит не всегда может оказаться у вас при себе хотя это могут быть наушники от телефона но если их расковыривать, то просто потом у вас не будет наушников возможно они вам еще понадобятся для чего-то, для других целей и хороший вариант, который мне больше всего нравится это просто взять нож стальной и на него положить обычно нож он уже намагничен вот эта иголка, которую вы только что видели она изначально была не намагничена, я проверял потом я положил ее ко всем инструментам там у меня швейный набор дома лежит она там намагнитилась, там ножницы лежит, все остальное то есть специально ножницы никто не намагнитил они уже со временем сами намагничиваются ну не знаю сами или не сами но в общем смысл в том, что они намагничены так, с самодельным компасом разобрались вопросы есть по нему тонкости такие если у вас иголка не такая маленькая, а больше и положить ее на воду не получается, она тонет значит можно просто ее положить на листик ну дерево листик, положили как на лодочку, она повернулась либо в соломинку, которая плавает либо любым другим способом, чтобы она плавала если воды нет, можно использовать волосы если у вас длинные волосы либо очень тонкую леску но тут есть проблема за счет того, что вот эти материалы они немножко скручиваются обычно за счет раскручивания то есть игла имеет массу и они могут просто не позволить вращаться в нужном направлении за счет того, что это просто не будет давать скрутиться плюс за счет массы она бывает раскручивается и покажет уже не в ту сторону самый лучший вариант это все-таки вода какой стороной она показывает на север вот, спасибо на вопрос какой стороной показывает на север, какой на юг изначально мы не знаем то есть если мы нам угничивали от ножа мы не можем сказать наверняка поэтому нужно изначально вот мы положили иголку во-первых, проверить работает или не работает вот она как-то стала мы же не знаем, может она просто так стоит взяли и повернули там соломинкой или чем-то в сторону если она возвращается на место повернули в другую сторону она возвращается на место, значит она работает то есть не за счет течения а за счет того, что на ней действует магнитное поле Земли как определить, где север, где юг нужно сориентироваться по другим другими способами о которых мы сейчас рассмотрим по звездам, по солнцу и луне, либо, либо, либо и уже когда мы определим, где у нас север смотрим, каким концом иголка покажет на север и дальше собственно уже от этого пляжем, запоминаем какой конец своей иголки является северным и иголку уже не кладем ни к чему другому не кладем с ножами, не кладем с ножницами, потому что потом она может перемагнититься и мы будем думать, что мы идем на север, мы будем идти на юг, ну, либо на восток, на запад то есть уже ее кладем подальше от любых таких предметов ну, собственно, такое же обращение, как и с компасом компас тоже нельзя держать возле магнитных разных предметов вопросы по этому моменту нет, то есть все нормально, да дальше, если у нас не оказалось ничего такого металлического, ни ножа ничего, то есть нож тоже можно, в принципе, положить он будет долго, медленно поворачиваться на какой-то водоем аккуратненько, если там, ну, или лужу, выкопать яму положить полиэтилен, налить воды вот, и в таком, например, блюдце положить ножик, он тоже может поворачиваться ну, нужно опять же смотреть повернуть в другую сторону, повернуть в другую если возвращается, значит, работает вот, но если у вас ничего такого не оказалось под руками, то можно воспользоваться ориентированием по солнцу, в принципе не, давайте так, по звездам, это проще ну, все, наверное, знают, по какой звезде у нас находит север ну, да еще какие-то версии есть ну, полярно, да по полярной звезде зачастую ориентирование получается более четкое, чем по компасу, то есть компас может вблизи, там, железнодорожных путей, в машине, если вы, не дай бог в машине ориентироваться, это плохо даже возле, там, метра два от машины стоите, он уже искажает свои показания, поэтому подальше таких предметов подальше от линии электропередачи, особенно высоковольтная она тоже может искажать эти показания звезда, полярная звезда находится вблизи севера то есть там ошибка меньше, чем один градус она не находится четко на, она находится чуть в стороне если смотреть четко на то самое и в течение ночи она вращается против часовой стрелки как и все остальные, но на очень маленьком расстоянии то есть менее одного градуса поэтому, если мы находим полярную звезду мы знаем, что там у нас север соответственно, от этого направления мы можем отступать в любые углы в сторону нам нужно, там под 45, идем под 45 ну, то есть, относительно этой звезды скажу, что этот метр очень работает хорошо мы переходили Оляшевские пески в Херсонской области летом 2017 года по полярной звезде ориентировался и у нас получилось очень даже неплохо то есть, вот первый вечер мы прошли потом я замерил мы уже включили GPS потом, чтобы перепроверить себя и действительно мы прошли по прямой линии, как и думали почти там отклонения в сторону не было минимально буквально было не смотря на то, что пользовались только руками своими и измерял углы и полярная звезда значит, по полярной звезде как ее находить? кто может рассказать какой-нибудь способ простой, самый распространенный как найти полярную звезду? ну, она самая яркая самая яркая на небе? ну, да, большая созвездия да, я сейчас объясню сразу по поводу самой яркой это распространенный миф на самом деле, самая яркая звезда является Сириус на втором месте Конопус это в видимом спектре полярная звезда не является самой яркой на нее нельзя, ну, то есть по этому признаку ее нельзя находить ее находят по созвездиям я сейчас нарисовал да, да малая медведица хорошо, малая медведица правильно, она находится в малой медведице это крайняя звезда в малой медведице но, например, в условиях города когда идет засветка неба то есть засветка город светится куча огней облака, туман все это создает такую засветку то есть мы не видим мелких звезд и малую медведицу зачастую у нас даже в городе рассмотреть невозможно как в этом случае найти полярную звезду по большой медведице хорошо, вот я нарисовал не, ну правильно, по большой медведице обычно так и находится потому что малую медведицу мы зачастую не можем увидеть а большая медведица все-таки она видна даже там где засветка достаточно сильная она видна вот я нарисовал схему ну тут я нарисовал три созвездия по которым можно находить малую, ну, малую медведицу полярную звезду не знаю, как лучше, но я покажу в общем ну да, давайте придержим это созвездие ковш большой медведица то есть каким образом она на медведицу похоже, я не знаю но, в общем еще называется созвездие большой ковш ну, видим ковш ручка и ковш мы берем вот эти две две крайние звезды ковша и от них то есть если мы наливаем воду в этот ковш ясно, что у нас верх получается с этой стороны то есть в сторону верха проводим вот такую линию вот это вот расстояние которое между двумя звездочками нужно еще пять таких вот расстояний отложить и мы находим приблизительно местоположение полярной звезды это самый-самый простой способ самый распространенный способ и самый простой второй вариант это кассиопия созвездия как говорил один мой знакомый кассиома она напоминает букву W либо букву M в зависимости от времени года и суток созвездия крутятся в какой-то момент она будет так перевернута в какой-то момент боком ну букву E напоминает вот букву цифру 3 значит как ориентироваться по ней встречал в книжке по выживанию написано что проведите прямую от средней звезды ну через одну точку можно привести бесконечное количество прямых в какую направлении произойдется очень просто между вот этими двумя крайними точками проводится линия сюда между этими двумя точками проводится линии сюда. Итется момент их пересечения, то есть вот здесь получается. И уже от этой точки воображаемой мы проводим линию через вот эту среднюю точку, среднюю звезду и попадаем на полярную звезду. Это второй момент. Не очень часто встретишь в литературе объяснение кассиопеи, как правильно ориентироваться, поэтому запоминайте. Провели здесь линию, провели здесь, на пересечении провели линию через две точки, через созвездие и через нашу воображаемую линию. Нашли полярную звезду. И третье созвездие, которое вообще редко про него кто так говорит, это лебедь. Тут кусок созвездия нарисован, вот он обычно на небе так и видится, как три таких точки, четыре звезда. Еще есть такое у него название крест, по-моему зимний, или как-то боюсь ошибиться, то есть там еще две точки добавляются. Но сейчас мы разбираем этот треугольник. Значит от треугольника направленно нужно смотреть по вот этой вот звезде, которая находится в его вершине. Провести линию нужно от крайней звезды через вот эту верхнюю. От какой звезды проводить? От этой, либо от этой? Я для себя выяснил такой момент, что провожу от той звезды, на которую указывает средняя звезда. То есть та звезда, которая смещена, вот если посмотрите, она находится неровно посредине, это средняя звездочка. Средняя звездочка находится неровно посредине, она смещена как бы в сторону вот этой вот верхней в данном случае звезды. И вот от нее как раз мы проводим через верхнюю линию и попадаем тоже на полярную звезду. Но поначалу, когда вы будете, спасибо Виталий, поначалу, когда вы будете ориентироваться, пытаться такими способами, вы найдите по большой медведице, уже определились, а потом сравните по всем остальным. Для того, чтобы, ну, если вы не умеете ориентироваться по Кассиопее или там, тем более по Лебеде, еще сложнее, вы можете просто найти не ту звезду и думать, что это она. Просто себя перепроверьте. Так, вопросы по этим созвездиям? Это пока самый последний, да? Все-все-все-все, да? Все нормально. Хорошо, да. Еще одно созвездие называется Орион, оно до сих пор... Кирилл, что? У меня вообще такой вопрос, как их вообще найти? Понятно, но как выехать в поле? Да, ночью можно, вот сейчас, если будет звездная ночь, можно поставить, но нужно, чтобы кто-то показал их взрослым поначалу, а потом пару раз терапии проверили. Вообще, на самом деле, вот эти медведи, мне многие говорят, ой, это же нужно время, ориентироваться. Не, вы идете даже домой по дороге, там, летом, осенью, весной, ясная погода, посмотрели на небо. 15 секунд у вас на это ушло. Ну, например, если вы уже знаете, просто еще раз себя перепроверили, отрепетировали, пошли дальше. То есть, это ничего не стоит, это интересно, просто лишний раз посмотреть на небо, на звезды, это интересно и красиво. Романтика, да. То есть, получаете хорошее настроение, все, и плюс тренируетесь. И на тренировку уходит всего ничего. Плюс, кому-то можете показать, может быть, кому-то будет интересно. Вы дополнительно задействуете дополнительные нейроны, как бы, объясняете человеку вам, вот это вопрос, и какие-то, на которые вы не знаете ответа, вы приходите домой, гуглите, либо спрашиваете у того, кто знает, и, как бы, повышаете свой уровень знаний в этой области. Давайте рассмотрим следующее созвездие, называется Орион. Вот это самое. Давайте, тут три рисунка отдельных. Смотрим сейчас на самый левый. Этот фрагмент созвездия, на самом деле, ну, то есть, то, что больше всего заметно. Заметно наиболее вот эти четыре точки и вот эти три. Пояс Ориона. Вот сейчас он четко виден, можно посмотреть, они такие три вряды, достаточно яркие. В данный момент времени, если вы выйдете, ну, как в данный момент, сегодня вечером, если будет ясная погода, он уже будет ближе к западу находиться. Он уже опускается, скоро его не будет видеть. Это созвездие появляется ближе к зиме, к лету оно уже не видно, оно скрывается за горизонт, появляется на небе, только когда светит Солнце. Когда светит Солнце, мы и звезд других не видим, кроме Солнца. Вот, значит, как ориентироваться по нему? Ну, пояс Ориона, запомним, оно мне напоминает букву К, я для себя делал такое правило. Буква К, то есть, вот здесь у нас прямая, здесь такая вот линия, и здесь вот такие вот ножки, как будто бы буква К, ну, приблизительно. Как понять, что это созвездие не вверх ногами? Сейчас, Виталик, переворачиваю, да. Ведь вверх ногами оно выглядит очень похоже, то есть, вроде бы, вот можно провести линию, и здесь вроде вот такие штуки, буква К. На самом деле, переворачиваю обратно. На самом деле, если мы посмотрим, то вот эти звезды находятся чуть ближе друг к другу, чем вот эти, идти дальше. Вот я просто запомнил, что вот эти вот, которые дальше, это основная линия, а это уже такие вот маленькие ножки. Вот. Почему это важно? Потому что, если вы неправильно посмотрите, вы не в ту сторону будете искать полярные звезды. Так, значит, как ориентироваться по Ориону? Вот вариант в северном полушарии, это для южного полушария, в северном полушарии. Берем среднюю звезду пояса и проводим через маленькую звездочку вот здесь вот вверху. Вот оно получается между двумя, но слабо-слабо выраженное. Проводим, ведем-ведем дальше, то есть дальше-дальше-дальше, здесь у нас полярные. Еще два момента. По дороге нам встретятся две звезды. Вот, выписал Альнас и Капелла. Капелла достаточно яркая звезда. То есть до Капеллы у нас приблизительно половина расстояния от Ориона, как от Капеллы до полярной звезды. То есть вот это вот расстояние равно приблизительно половины до вот этого расстояния. То есть прошли сюда и еще столько же примерно. И находим полярную звезду. Вот. Как ориентироваться по Ориону? Более-менее понятно? Ну, по Ориону сложнее всего, потому что расстояние очень большое от Ориона до полярной звезды. Он находится... В общем, дострела астрономии не буду затрагивать. В общем, далеко достаточно находится. То есть там 90 градусов, а тут получается краево 10 градусов. Между ними получается разница 80 градусов, слишком большая. Но, тем не менее, одна звездочка вторая, и еще такой же кусок, и видим полярную звезду. Если вопросов нет, переходим, как ориентироваться в южном полуше... А, нет, еще один момент, пока кладили далек. Еще к нему вернемся. Еще так называемый летний осенний треугольник. Некоторые могут спросить... Давайте я у вас прошу, потому что мне вопрос задают. Для чего нам знать вообще столько созвездий, там достаточно большой медведицы? Чтобы убедиться в своей правильности. Хорошо, но если ты умеешь наверняка определять по большой медведице... В принципе, по большой медведице обычно там без ошибок выходит. Нужно всегда себя проверить. Ну хорошо, еще варианты. Это правильно, хорошо. Ее может быть, иногда не видно. Вот, да, все верно. Иногда созвездие может быть скрыто облаками. То есть в какой-то части неба есть облака, в какой-то нет. И вы раз, и подвисли ее, и не знаете. То есть надо сориентироваться. Вы, например, не смогли сразу на теплярные звезды. Второй вариант – это лес. Вы встали, либо там за горо, либо за лесом она напустилась. Третий вариант – вы находитесь ближе к тропикам. Ну, в тропической зоне северного полушария. И в какой-то момент времени, то есть звезды вращаются, большая медведица зашла за горизонт. В этот момент нужно смотреть на другие звезды. То есть вот почему необходимо, как бы, кроме одного созвездия, по возможности знать и другие. Ну, я же говорю, это несложно. Просто периодически себя перепроверяйте. Глядя на ночное небо, и все будет нормально. Следующий вариант – это если полностью северную часть неба закрыли облака. Вместе с полярной звездой, с малой медведицей, с лебедем, кассиотей. Остался, в принципе, Орион. 80 градусов, конечно, можно считать примерно по прямой, но будет сложнее. Проще сориентироваться по так называемому летне-осеннему треугольнику. Это вот такая вот штука. На самом деле, спасибо. На самом деле, это не одно созвездие, вот эти вот три ярких звезды. Это разные созвездия. Здесь получается, одна звезда из созвездия Лиры, вторая из созвездия Лебедь, и третья из созвездия Орел. То есть вот, кстати, Лебедь, тот треугольник, о котором мы только что говорили с вами, вот он здесь есть. Если мы посмотрим на вот эти вот, ну вот так можно провести, так это получается крест. Ну, то есть просто проще его узнать было. Вот, получается вот эти вот три ярких звезды. Их вот видно даже в тот момент, когда еще остальные звезды не появились. То есть только начинает смеркаться, Солнце уже село, а остальные звезды не появились, и вам нужно как-то быстро сориентироваться. Вот, в принципе, по этому созвездию. Как по нему ориентироваться? Видим, что он немножечко вытянут в одну сторону. От вот этой вот звезды, проводим, то есть от центра гипотенузу, и от этой звезды еще отступаем три размера вот этих вот треугольников. То есть он обычно в нашем, если мы смотрите, в наших широтах, эти расстояния уходят за горизонт, то есть вниз, и потом от них перпендикуляр проводим наверх, на линию горизонта, и мы находим точку юга. Там у нас юг. Достаточно точный метод. Это летний осенний треугольник. Почему так называется? Потому что видимо, в основном появляется, видим его ночью, летом, и осенью, и даже зимой. Видим, поскольку он очень длинный, даже под Новый год его можно, в принципе, увидеть. Вот сюда уходим, получим. Да, да, от центральной линии вниз, 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 и дальше, 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 дальше. Три расстояния треугольника. Сейчас он уже не виден, то есть уже его не наблюдал в небе. Вначале нужно либо лета дождаться, либо... Это будет юг, да? Это будет юг. Вниз, и перпендикулярно вверх. Да. Ну, до точки горизонта. Хорошо, два вернемся теперь. Как ориентироваться в южном полушарии? Точнее, сейчас мы еще однаждемся. Тот метод, о котором рассказано в учебниках, вот сразу находится сходу. Вот эти там, наверное, да. Это по южному кресту, созвездие Южный Крест. Вот оно. То есть крест, и тут еще маленькая звездочка. И как его перепроверить? Потому что есть еще и ложные кресты. Вот можно посмотреть вот это вот созвездие. В принципе, похоже тоже на крест. И тоже маленькая там какая-то звездочка. И можно не в ту сторону, как бы вообще, провести линию и неправильно определить стороны сверху. Как себя проверить? Ну, опять же, вот созвездие, если посмотрим, раз, два, три, как-то так тоже оно похоже на крест. Но это все не то. Определяется по двум ярким звездам. Вот Хадар и Ригель. То есть Ригель, не знаю, правильно. Если рядом есть вот такие две звезды и крест, значит это, в принципе, то созвездие, которое вам нужно. Как делаем дальше? Через крест проводим прямую линию вниз. И между этими двумя точками, ну, между двумя звездочками, проводим еще одну линию. И относительно них, перпендикулярно, то есть этой линии, проводим еще одну. То есть между двумя провели линию и перпендикуляр к ней, вот сюда. И там, где эти две линии соединились, там будет юг. К сожалению, в южном полушарии нет ярко выраженной звезды, как у нас полярная, по которой можно было ориентироваться. То есть там есть, но они очень мелкие, и их тяжело разглядеть. Поэтому обычно находятся таким вот способом. Там есть способы более сложные, там вот приглядеться. Но, опять же, если засветка будет, вы просто можете там о ней увидеть. Ну, еще вариант, это можно просто от этого созвездия отступить, по-моему, четыре с половиной, если не ошибаюсь, расстояние креста. То есть взяли, потом отсюда раз, два, три, там четыре с половиной, и получается, примерно, там, линию. Ну, я вам не скажу точно, не помню, какое расстояние. Лучше по этим звездам, этим. То есть вы себя перепроверили и сразу нашли. И давайте вернемся еще раз к нашему Ориону, впрочем, двум звездам. Когда-то увидел, что две звезды находятся... Так, это не то. Да, я просто вижу. Сириус и Конопус. Я только их не обозначил. То есть вот они. Надо было подписать. Ладно. Увидел, что они лежат, в принципе, на прямой, которая попадает четко на юг. Начал рыться в интернете. В одном единственном источнике я встретил упоминание вот этого метода. То есть, как ориентироваться по ним? Вот у нас есть наш Орион. Он направлен в верхушку у него. Здесь, кстати, еще как определить верхушку. В верхушке тут какой-то треугольник, как бы наружу. А вот во внутренней части треугольник вовнутрь. Ну, в нижней части треугольник вовнутрь. Вот эти вот три звездочки. Тут так. Это значит, что он сейчас стоит прямо, как нам нужно. От этих трех звезд его пояса проводим линию и находим яркую звезду. Это, по-моему, Сириус находится вверху. Это самая яркая звезда ночного неба в обоих полушариях. То есть, она видна у нас и в южном полушарии. И является самой яркой среди видимых. Потому что есть еще, понятно, что в другом спектре, в котором мы не видим наши глаза, они распознают спектр, там есть более яркие звезды. Ежики? А, ежики распознают. А, может быть. Я думал, может название. Вот. Значит, ниже этого созвездия... Ну, созвездия. Звезды находится вторая по яркости, Конопус. И вот между ними мы проводим, то есть, от Ориона вниз по этим двум звездам, проводим линию. И вот от этого расстояния между двумя звездами отступаем еще на такое же расстояние. У нас получается приблизительно направление на ю. Это вижном полушарии накорентироваться. Это пока по звездам. Ну, все. О, это мы звезды разобрали. Вопросы по звездам. Ничего такого, да? Ну, чтобы вы понимали, то, что нарисовано у меня здесь на схемах, это в определенный момент времени. В течение суток звезды поворачиваются против часовой стрелки в северном полушарии. В южном месте мы будем смотреть на южный полюс, они будут поворачиваться по часовой стрелке. Ну, это поначалу, пока опыта не имеешь. Я сейчас вам рассказываю по полной курсу. Для чего делаю по полной? То есть вы можете какой-то меет узнать, что-то узнать новое для себя. Кто совсем новенький, может запомнить какой-то один, например, по большой медведице. Пока только северное полушарие рассматривает. Кто уже что-то знает, может запомнить что-то для себя больше. Кроме того, показал весь набор основной, которым можно пользоваться. И в дальнейшем вы уже имеете сведения, вы просто можете погуглить и поискать, если вас эта тема заинтересует в полной мере. И уже разобраться для себя. Кроме того, я рассказал про некоторые вещи, почему нужно знать не одно созвездие, а больше. Ну, поначалу можете начать с большой медведицы. Это самый простой способ. Самый простой и такой наглядный способ. Да, еще раз. Большая медведица. Вот ковш. Он достаточно заметный, он достаточно большой такой на небе. То есть не нужно искать маленький. Был один случай, хороший, кстати, ребят. Я пришел к выживальщику, такой, дядька там суровый, с оружием, он все. Я говорю, я так люблю сидеть у себя на балконе, наблюдать за малой медведицей. Я думаю, у него же балкон-то выходит на юг. Какая малая медведица? Я говорю, слушай, какая малая медведица? Он мне показывает. А там такое маленькое скопление звезд, я не знаю, как они называются. Оно похоже мне, что на маленький ковшик, но совсем маленький. Но это никак не малая медведица. То есть человек вот уже с оружием умеет обращаться, то, то, ходит там по разным-разным вещам. В общем, где он только не бывал. А вот элементарно ориентироваться по звездам человек не умеет. Ну, то есть, тоже не умеет, а он еще и... Пришлось бы ему ориентироваться по этой малой медведице, он сориентировался бы так, что потом бы не нашел, как выбраться с местности. Переходим ко второй части нашего мероприятия, ориентирование по солнцу. Сейчас, наверное, буду дополнительно нарисовать. Начну с простых вещей. Да, давай мы, наверное, это уберем. Куда-то в сторону. Вот так, где-то здесь. Начну с теории вначале. Солнце, где бы вы ни находились, ну, кроме полярных областей, там, где оно будет. Полярный день, солнце кружится так, вдоль горизонта. То есть оно не садится за горизонт. Когда у нас полярную ночь, мы его вообще не видим. Вот. Во всех остальных широтах, то есть начиная от чуть ниже высоких широт, там, средних широт, тропический, экватор, оно везде, где бы вы за ним не наблюдали, оно будет подниматься на востоке, садиться на западе. Это главное. Это правило действует везде. В 6 часов оно примерно будет на востоке, в 6 часов утра, в 6 часов вечера оно будет на западе. То же самое, если вы находитесь на полярном, там, за полярным кругом, у вас полярный день, опять же, в 6 часов утра посмотрели, как бы оно ни крутилось вдоль горизонта, в 6 часов утра, значит, оно примерно находится у вас на востоке. В 6 часов вечера, значит, примерно на западе. Важный момент по поводу времени. Мы сейчас говорим о зимнем времени, вот, украинском, условно говоря. Потому что есть еще летнее время. Перевод часов на 1 час вперед, соответственно, он не совпадает с астрономическим временем. И у нас получается, смещается все на час. То есть уже будет не в 6, а в 7 часов утра на востоке, и в 7 часов вечера на западе. И то же самое будет касаться дня. В наших широтах оно будет не в 12 часов, на юге А в час. Это понятно? Понятно, да? В северных широтах, средних и высоких, оно движется слева направо. Смотрим, восток, там запад пролетело. В южных широтах, но не в тропиках, там дальше, более высоких, оно движется справа налево. То есть восток у них получается... Ну, как бы, восток у них получается там, где восток. Просто если мы посмотрим, Солнце движется мы... Условно говоря, вот представим, что мы находимся в северном полушарии, а там вот у нас юг, то есть юг, Солнце проходит вот там. Мы постепенно смещаемся на юг, оно над нами все выше, выше, выше. И со временем мы проходим уже на юг, на южное полушарие, и оно движется с той стороны, оно уже движется справа налево. Чтобы было понятно, как оно... То есть на самом деле Солнце не движется относительно Земли, Земля движется относительно Солнца, чтобы это было понятно. Ну, мы наблюдаем такое движение. Вот, движется оно со скоростью 15 градусов в час. Это важно в некоторых случаях, когда вы будете уже там по некоторым методам ориентирования. То есть вот эта вот линия, по которой она проходит свой путь, свою траекторию, она движется примерно со скоростью 15 градусов в час. Ну и дальше переходим к первому методу ориентирования. Самый простой метод ориентирования – это определение сторон света в 6 часов и в утро в 6 часов вечера. То есть мы посмотрели в 6 часов утра на солнце и знаем, где у нас находится восток. Посмотрели в 6 часов вечера, знаем, где у нас находится запад. Но опять же повторяюсь, время зимнее. Если у вас летнее, значит, либо переводите так, либо переводите в зимнее и ориентируйтесь. Где оно будет находиться в 12 часов? Кто может сказать? Ну нет, над нами оно было бы, находилось, если бы мы были где-то в тропической зоне, либо на экваторе, в зависимости от времени года. В зените. В зените, правильно. С какой стороны? Восток, юго-восток, север, запад. Где? В 12 часов дня. Хорошо, давайте скажем так. В наших широтах оно находится на юге. То есть оно проходит через южное направление. Вот. В южном полушарии, в высоких широтах и в средних, оно находится на севере. В 12 часов дня. То есть посмотрели с утра, это восток. Посмотрели вечером, это запад. А вот в середине дня, в зависимости от того, в каком полушарии вы находитесь. То есть оно поднялось с утра и прошло от востока, в середине дня раз, прошло через юг, и потом еще половинку дня оно опустилось на западе, в южное полушарие. Поднялось на востоке, дошло до середины, оказалось на севере, ну потому что изначально мы смотрим на него так, а потом в другую сторону, оно уже с другой стороны. Там у нас север. В тропиках и на экваторе может быть по-разному. На экваторе давайте рассмотрим самый такой яркий пример. Оно половину года находится с юга, половину с востока. Ой, на севере, на севере, на юге, да. Оно то с одной стороны чуть проходит, то с другой уже, ну в зависимости от времени года. Вот, хорошо. С этим понятно более-менее, ребят? Ну так, опять же, если будет сложно, задавайте вопросы, не стесняйтесь. А я запишу видео, потом будет видео в интернете. Ну это если нужно, я сейчас рассматриваю просто тему целиком, она непростая, к этому приходил очень долго, выискивал фрагменты, потому что в основном написано коротко, а оно всегда на юге. Подождите, но вы не рассмотрели южное полушарие, человек поехал себе, сейчас поехать, там 4 часа, человек в Африке или сколько там. И он уже, о, да, я заблудил, сейчас я сориентируюсь, и пошел себе. То есть, нужно будете тонкости понимать, потому что, ну, зависимость от местности, где вы находитесь. С темой сложной достаточно, особенно, что касается Солнца, и, ну, со временем к этому просто приходите. Я сейчас рассказываю, как бы, целиком все, что я знаю, почти все. То есть, там тонкости я уже вдаваться не буду, как ориентироваться на полюсах, там, по звездам, я не рассказывал, потому что там вообще сложно. Вот. Второй метод, зная время. То есть, мы знаем скорость движения Солнца, это у нас градусов в час. Мы знаем, что оно движется с востока на запад, проходит в середине, например, возьмем наши широты, чтобы не плываться, проходит через направление на юг. Вот. Например, у нас на часах 2 часа дня. Время все время будем рассматривать зимнее, то есть, чтобы, опять же, не плываться. У нас 2 часа дня. Так. Но у нас не 12, не 6, не 6 утра. Как же нам сориентироваться сейчас? Мы же не будем ждать вечера, но можем уже сориентироваться. В этом случае, мы знаем, что оно в 12 находилось на юге. Через 2 часа оно будет на 2 умножить на 15 градусов в час, получается 30 градусов. То есть, умножаем время на скорость движения Солнца. Скорость движения 15, время от 12 часов прошло 2, то есть, 2 часа дня замерили, посмотрели. Значит, оно находится на 30 градусов правее, то есть, западнее от направления на юг. Если мы смотрим на Солнце 2 часа дня, значит, нам нужно в противоположном направлении отступить 30 градусов, и мы найдем примерно южное направление. Вы все помните про градусы? Сложновато наверняем. Не те, которые показывают температуру, а те, которые по окружности. Ну, это, наверное... Можно не транспортиром, но на часах со стрелками там тоже идут градусы. Давайте, наверное, я сейчас сделаю так, давайте, наверное, зарисую, это будет сразу понятнее. Если можно, да, он там, конечно, не маленький. Давайте через верху я возьму. Ну, по-сторому не то. Нет, фломастер, и кто раз не задал. Вот фломастер. В зале сейчас на лекции. Давай, потом перезвоню. Давай. О, я не буду рисовать для Солнца. Будем соблюдать эту цветовую гамму, правильно? Я не буду зарисовать. Так, если заполнять, наверное, по чуть-чуть буду рисовать. Сейчас нарисую, а потом поверну к вам. Так, 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 так. Сейчас как бы это получше нарисовать. Ну ладно, пускай это будет траектория солнца. Здесь, здесь, пускай там где-нибудь здесь. Здесь нерезонт. А, ладно, давай я буду одной этой штукой рисовать. Траектория движения. У нас будет восток. Тут у нас будет запад. Тут у нас будет юг. Так. Сейчас покажу. Солнце движется в том направлении. Чтобы было понятно. Ну, хорошо, ребята, я, наверное, пока буду рассказывать. Вы так примерно смотрите. А потом я уже покажу. Солнце в середине дня в 12 часов, оно находится примерно на юге. Я говорю, примерно в тонкости подваться не буду. Оно в течение года меняет немножко. Отличается в 12 часов, потому что астрономические часы не сходятся с нашими земными, условно говоря. В 6 часов утра оно находится на востоке. И в 18.00 оно находится на западе. Давайте сейчас, может быть, время. Тут, например, пускай это будет часов 9 утра. А тут, например, пускай будет час дня. И 2 часа дня. Ну, да, да. Ну, ладно, пускай будет 2 часа дня, раз мы уже договорились с 14.00. Вот. Наверное, покажу, а потом дорисую. Ладно, посмотрим. Получается, да, да. Получается, солнце движется с этой стороны сюда. Это понятно. В 12 часов у нас здесь находится. Понятно. В 6-10. Так. И в 18 часов здесь. Мы смотрим на солнце в 14 часов. То есть, вот, мы посмотрели на часы, у нас 2 часа дня. В 14.00. Оно находится примерно здесь, оно сместилось сюда. Теперь нам нужно понять, где у нас направление на юг. Для этого мы помним, что скорость солнца 15 градусов в час. Умножаем на то время, которое прошло от 12. То есть, с момента, когда солнце было на юге. 15 на 2, получается 30. То есть, вот это вот расстояние от юга сюда получается 30 градусов. Поэтому, чтобы узнать направление на юг, нам нужно в противоголожном направлении вступить 30 градусов. Ловится, нет? Сложно, да, наверное? Ну, ладно. Примерно, примерно так. Градусы мы отмеряем, мы стоим вот здесь сейчас. Мы здесь находимся, правильно? И вот отсюда мы уводим 30 градусов. И здесь мы стоим. Нет, нет, нет. Смотрите, на это не обращать, не надо. Это просто горизонт. Мы стоим где-то здесь, наблюдаем солнце здесь. Ну, прямая линия у нас идет, да. Вот сюда мы, если их прочерчим, ну, прямые линии, правильно? Ну, да, да. То есть, одна линия, мы уже градусы. Мы просто смотрим, вот тут оно было 12, мы смотрим, оно уже сместилось туда. Два часа дня оно сместилось. Теперь, как узнать, сколько нужно сюда вступить, в этом направлении? Два умножаем на 15. Если, например, у нас там было 10 часов утра, соответственно, еще до 12 часов должно пройти два часа. То есть, через два часа оно будет на юге. То есть, два умножаем на 15, 30 градусов в эту сторону. Да, но я же говорю, что мы стоим не напротив этой линии, а напротив вот этой, с тем ниже. Да, да, да. Потому что, ну, чтобы... Да, да, ну, да, наверное, как-то просто как-то по-другому. Может, человечка здесь нарисовать, да? Ну, условно говоря, в центре. Ну, да, давай нарисую. Малым понятно было, не, не, напротив юга. Ну, ну, короче, примерно, примерно напротив юга. Ну, более-менее понятно, да? Опять же, если, например, у нас 5 часов вечера, нет смысла отсчитывать, где юг. Проще уже досчитать до запада. До места, да. Получаем примерно направление на запад. Ну, что я хочу сказать, что этот метод хорошо работает. Он, это метод, которым я пользуюсь лично, который для себя придумал. И чем мне он нравится, я еще не досказал некоторые моменты, как отсчитать градусы. У нас не было семинара такого. Просто берем руку, это приблизительно, опять же, будут приблизительные расчеты. Берем руку, вытягиваем перед собой, закрываем один глаз. Например, мне нужно от края шкафа отчитать направление там на дверь. Я вдруг поставил один палец, смотрю, вот как раз края шкафа у меня совпал с концом пальца. Посмотрел, где заканчивается у меня кулак. Потом от этого момента снова поставил, снова поставил. И поворачиваюсь, пока не... То есть сейчас считаю, сколько кулаков. Один кулак, это приблизительно 15 градусов. Как раз то расстояние, которое должно проходить в Солнце за один час. Это взрослого человека. Что? Взрослого человека. А я думаю, что для детей, наверное, то же самое. У них рука короче. Смысл... А из чего это правило появилось? На расстоянии примерно 57 сантиметров от глаза. Один сантиметр равен одному градусу. Вот это вот расстояние примерно 17 сантиметров. У меня, по крайней мере, кулак, но у меня рука длиннее. У кого рука меньше, ну, кулак меньше, то у того, скорее всего, и рука меньше. На самом деле, себя просто проверить. Вы просто берете либо компас, либо как угодно другим способом, любым. Становитесь, смотрите сюда, смотрите ровно 90 у вас градусов. И потом замеряйте количество кулаков. И у вас должно получиться, что там 90 поделить на 15. Сколько там 4 и 6? 6 кулаков должно получиться. Если все совпало, значит, типа, все верно. Можете себя таким образом перепроверить. Вот. Ну, рассказал про этот способ. Я думаю... Не лучи, потому что в усмывание видишь. Не? Это способ. Чем хорош нам не обязательно иметь часы со стрелками. Потому что рассказывают обычно про способ ориентирования по часам со стрелками. Если у вас нет часов со стрелками, то филе. Кроме того, он хорошо работает в южном полушарии. Потому что вы просто знаете, что солнце движется в другом направлении. Ну, что мы говоря, справа налево. И все то же самое отчитываете. И там уже будет у нас не юг, а север, да? Вот. Потому что оно проходит в середине дня через направление на север. А если вы берете часы со стрелками, про которые сейчас я, наверное, расскажу. Я, наверное, сейчас по-быстрому зарисую. Еще один способ. Это ориентирование по часам. Так называемые аналоговые часы. Кто знает, как ориентироваться по часам и солнцу? Знаете, нет? Нет? Сейчас покажу коротко. У нас есть часы. У нас есть там 12. Пускай тут 6, 9, 3. И я буду рисовать только часовую стрелку. Не буду рисовать, чтобы не путься. На минуту мы не обращаем никакого внимания. Например, у нас стрелка показала цифру 3. Опять же, мы ориентируемся... Это зимнее время. Мы ориентируемся в северном полушарии сейчас. Мы должны направить стрелку на солнце. Тут у нас солнце будет чуть-чуть. Вот. И провести бисектрису. Кто не знает, что такое бисектриса? Это угол, который делит угол пополам. Ой, не угол, а линия, которая делит угол пополам. То есть между 12 и между цифрой 12. И часовой стрелкой. То есть я условно ее вот так покажу. Там будет юг. Это мы рассматриваем вариант для... Вот такой вот вариант. Бисектрис. То есть среда... Это 3 часа дня сейчас. Вот 12. 12 просто, цифра 12. Проводим между часовой стрелкой и цифрой 12 бисектрису. И у нас получается направление на юг. Как и предыдущий метод, я не сказал. Этот метод хорошо работает в высоких широтах и средних. В средних широтах лучше зимой. Поскольку солнце тогда проходит ниже всего над горизонтом. Чем выше солнце проходит над горизонтом в середине дня, тем больше ошибка. В тропиках, на экваторе таким способом пользоваться нельзя. Ошибка будет очень большая. Ну, просто очень большая. Если у нас летом измерить... Ну, поискать направление на юг по этому методу, то у нас будет ошибка уже в 15 градусов. То есть, ну... В 15 градусов, чтобы вы понимали, ошибка в 1 градус на 1 километр приводит к уходу в сторону на 17-20 метров. То есть, вот 20 умножьте на 15 и поймете, на какое расстояние вы можете отклониться от вашего направления. Вот, правильно. В какой-то открытой местности это не страшно. Но если вы, например, идете в лесу не по просекам, а то, что называется по азимуту, вы можете просто промахнуться мимо домика лесника, например, к которому вы шли. Ушли там на 200 метров в сторону, и все. Или там даже на 100. И думать, сейчас он где-то должен быть, должен быть. И потопаны дальше, дальше, дальше. Да, ну, лучше, конечно, когда вы идете по азимуту, лучше посмотреть, какое расстояние, и примерно по времени, либо по шагам вычислить, сколько вы прошли. Чтобы примерно понимать, что вы должны находиться где-то в этой области. Потому что так можно далеко уйти. Вот. Следующий вариант. Утреннее время. Сейчас нарисуем. Ну, например, стрелка здесь. Это... Давайте сейчас так нарисуем. У нас будет юг здесь. Второй вариант. Это если стрелка у нас, например, там показывала на... Ну, полвосьмого, условно говоря. Было, да? Опять же, проводим серединку, получается юг. Это понятно, да? Теперь я задам еще один вопрос. Вот сейчас нарисую отдельно. И проверим... Проверим вариант. Так. Сейчас покажу. Тут будет 12 у нас. Тут будет... Ну, давайте вот так. Время вечернее. Вечернее время. 19 часов на часах. 7 часов вечера. Где должен быть юг? Слева. Да. Щеки иерсия. Где-где? Ну, туда. Да. Юг должен быть с этой стороны. Мы проводим... Это важный момент, который я сейчас не сказал, но я захотел, чтобы... Только с правой стороны, правильно? Ну... Только поча своей стрелки. Нет. Если время утреннее, то с этой частью работаем. Если время вечернее, то есть послеобеденное, значит, работаем с вот этим вот кругом. Это важно. То есть за это время солнце прошло вот это вот, ну, где вот это расстояние, а половина вот этого расстояния находится здесь, условно говоря. То есть правильный ответ здесь. Если бы время было утреннее, то большинство ответов, да, туда-сюда. Вот это тоже никто не указывает обычно, нигде они не вил эту информацию. Это очень важно, потому что в 7 часов вечера обычно солнце... Если солнце до обеда, значит, мы ищем его до 12. Да. После обеда ищем после 12. На самом деле вот этот метод, это, скажем так, производный от вот этого метода. Это просто более... Это тот же самый смысл. Смысл в том, что стрелка движется в два раза быстрее, чем солнце. Стрелка движется со скоростью 30 градусов в час, она провалится быстрее. А солнце в два раза медленнее, вот и все. Это упрощенный вариант вот этого, в частном случае. Ну, я же говорю, полный метод, если знаете, этим даже нет смысла пользоваться. В южном полушарии вот этим методом нельзя пользоваться. То есть там приходится представлять в уме, что циферблат перевернутый. Ерунда полная, лучше пользоваться вот этой штукой и все. Не заморачиваться. Ну, хорошо, давайте, с этим понятно? Игорь, понятно? Ну да. Вот. Переходим к простым методам. Давай сюда, Эташ. Кто знает, как ориентироваться по Солнцу с помощью шеста, которые вставили в землю? Тень. Хорошо. Как потяни? Да, вообще все. Тень указывает на время, как я помню, раньше часы были, получается, ставили шест или там любую палку, и солнце, тень показывала на то время. Тут получается 12 вверху, как во всех часах. Ну, понятно, ну, солнечные часы-то нет. Да, и то же самое, как и мы только что делали. Ну, если у нас, например, вот у нас нет часов. Вот сейчас я буду рассматривать меды, когда у вас ничего нет, у вас есть только палка. Ну, где, нет, нет у вас часов, мобильный сел, там все, вставили шест, да, и дальше. Вставили шест. Да, мы видим тень. А. Ну, вот, например, вот у нас тень. Тень. Да, вот тень, например, и дальше. И че? Ну да, как определить стороны света. Мы знаем время, все, мы знаем время, больше всего ничего не надо. Хорошо, первый способ. Ну, вот 11-36. Не, 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 ну. 11-36. А у вас ничего нет. У вас ничего нет. Вы не знаете время, вы просто вставили шест и, ну, если можете вспомнить, еще не определить время. Резиденция, да, бог. А как мы узнаем, когда полный, когда проголодаемся? Нет, 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 нет. Минимальная тень. Когда? Правильно. Сейчас, один способ уже сказали. Минимальная тень. Что мы делаем? Сейчас я буду рисовать, давайте я так нарисую, чтобы весь лес не занимать. Просто палку, палка должна быть ровная, ставится перпендикулярно горизонтальной поверхности. Если поверхность у вас наклонная, где-то вы там на склоне решили это сделать. Нет, так не работает этот метод. Он работает, но вы получите большую ошибку. Местность должна быть ровная. Конечно, понятно наверняка, насколько она ровная не получится, поэтому метод все равно приблизительный. Вот. Идеально он работает на ровной поверхности, перпендикулярно опущенной палкой. То есть не так, не так. Если так, палка будет направлена на восток, например, солнце встало на востоке, самая короткая тень будет вот именно утром, а не в обед. Поэтому, ну, опять же, про это никто не говорит, но это важно. Перпендикулярно палка вверх, это важно. Солнце, условно говоря, здесь, там, и оно светит-светит, и у нас получается тень вот сюда, да? Вот такое. Вот. Теперь рисуем вид сверху. Предположим, палка, это у нас вот этот вот кружочек. Солнце у нас будет двигаться с этой стороны. Ну, давайте нарисуем солнце здесь, солнце здесь. Это будет первое положение, это будет второе положение. Тень от первого положения, то есть... О, это я уже перешел ко второму методу. Ладно, не важно, не важно, что сделаем. Короче, в течение дня тень будет смещаться. То есть солнце смещается, тень смещается, это понятно, да? Если мы зафиксируем конец тени, как зафиксируем, обозначим конец тени, то есть, например, мы увидели, что тень закончилась здесь. Мы здесь поставили какой-нибудь камушек, положили, либо сделали ямку, либо ставили какую-нибудь палочку. Без разницы, что. Пометили. Да, пометили. Через какое-то время, если у вас часов нет, ну, просто увидели, что тень сместилась, обозначили следующий момент. Следующий, следующий. У нас постепенно получится какой-то рисунок. То есть солнце будет двигаться и получится определенный рисунок. То есть, ну, чтобы было уже понятно. Вот, условно говоря, то есть солнце там находилось у нас. Вот изначальный рисунок, солнце светит, падает тень. Здесь вид сверху, вот это наша палка, наш шест. Изначально сюда попала тень, отметили конец тени дальше, дальше, дальше. И у нас получается вот такая вот изогнутая линия. Я уже дальше перешел, не надо было так торопиться. Хорошо, метка самой короткой тени. Самая короткая тень будет в полдень, вот так и сказали. Чем чаще мы отмечаем вот это вот, отмечаем конец тени, тем более точно он у нас будет показан. Там мы найдем, что самая короткая тень вот здесь вот. То есть, вот это вот направление будет направлением северный, север-юг. Как определить, где север, где юг? Ну, во-первых, мы знали, откуда... И где это север, а откуда солнце светит, то юг. Да, в наших широтах, то, что мы говорили, здесь будет юг. Ох, там юг, я просто не напишу, юг. А тут будет север, север, словно говоря. Вот. Не сказал сразу, сейчас скажу и справлюсь. Как определить сторону света? Хлади пока. Это понятно, ребят, да? Это понятно. Самая короткая тень, то есть мы отмечали, отмечали, увидели, что тень вначале укорачилась, потом начала удлиняться. Все, нашли самую короткую тень. Не получится такого, что она укорачивалась, потом начала удлиняться, потом снова начала укорачиваться. И не получится такого, что она начали удлиняться, потом начнет укорачиваться. Нет. В утреннее время она всегда будет укорачиваться. Послеобеденное время она будет удлиняться. Если она начала удлиняться, значит все, вы уже опоздали с этим методом, по крайней мере. То есть по этому методу, чтобы сориентироваться, вам придется ждать следующего дня. Как определить стороны света, если вам известно одно направление? Если вы, например, знаете дело север. Север. Вот, ставь к нему лицом. Что будет у нас позади? Юг. Что будет справа? Восток. Почему? Север, юг, запад. Восток. Восток. Если лицом к северу, наоборот. Стай сам лицом к северу. Восток, север, юг, запад. Запад. Восток, север, юг, восток, запад. Нет. Да. Справа будет восток, слева будет запад. Это важно запомнить, потому что это самая база ориентирования. Зная хотя бы сторону света, вы можете найти все остальные. То есть, становимся лицом на север, сзади юг, справа восток, слева запад. Как это запомнить и не запомнить? Споминаем карту Украины, если помните ее. Помним, где у нас север, северная часть. Это там, где Киев, Житомир, все остальное. Представим, все, сверху у нас север. Где у нас Одесса, вот юг, снизу. Справа у нас там, где Донецк, Луганск, все остальное. Это что? Это восток, это восточная Украина. И западная Украина, Карпаты, Львов, это запад слева. То есть, вспоминаете карту Украины и, в принципе, ориентируйтесь. Соответственно, если мы находим восток, как мы должны стать, чтобы найти, вот мы нашли восток там. Как мы должны стать, чтобы найти север? Получается, вперед лицом. Ну, слева будет север. Да, да. Либо так, либо же просто мы вспоминаем, когда мы стоим на север, у нас восток с правой стороны. Значит, поворачиваемся к востоку, правой стороной. И у нас опять та же самая картина, чтобы каждый раз не перекручивать. Если мы знаем, где юг, значит, поворачиваешься к нему просто спиной. И дальше у нас картина всегда будет одинаковая. Вот. Это что касается самой короткой тени. То есть, солнце находится выше всего над горизонтом, поэтому тень самая короткая. Это первый способ, который работает только один раз в сутки. Ну, то есть, мы провели, если мы опоздали, он уже не работает. Да. Второй способ, я немножко потрепился, сейчас я вернусь. Второй способ, это мы ставим, отмечаем один конец тени, и через 15-20 минут, примерно, это на самом деле не важно, часов у нас нет, хоть через полчаса, чтобы просто тень сдвелась в сторону. Отмечаем второй конец тени. В любом полушарии метод будет означать так, что первая точка это у нас запад, а вторая точка будет восток. Давай, наверное, рисую все-таки. Почему так? Солнце движется с востока на запад, соответственно, тень от него движется с запада на восток. Сейчас первая точка будет тут, вторая будет тут, солнце двигалось здесь, солнце двигалось здесь, первая точка, вторая точка, будет первая точка, вторая точка. Вот, тень была здесь, тень здесь. Вот. То есть это в любое время тень, да? Да, ну сейчас я расскажу про нюанс этого момента, которые, опять же, почти нигде не описаны. Вот палочка у нас, Солнце в первой точке движется отсюда-сюда, откинуло тень первую. Во второй точке откинуло вторую тень. Ну, я так нарисовал далеко друг от друга. Проводим линию между первой и второй точкой. Первая будет означать направление на запад, вторая на восток. То есть наоборот, Солнце с востока на запад, с запада на восток. В любом полушарии. Нюансы этого момента, люди говорят, вот в любой момент можно вставить две палочки, ну, через время, одну и вторую, и замерить. То есть, зная направление запад-восток, мы все остальные уже можем по предыдущему правилу понять. Сейчас покажу, в чем нюанс этого момента. В том, что зимой и летом оно движется, не будем изменять традиции, по-разному. Это зимнее будет положение, это будет летнее положение. Ну, так, может, немножко неправильно, ну, ладно, словно говоря, примерно. Это зима, это лето. Это я примерно так нарисовал. Если мы будем отмечать конец тени в течение всего светового дня зимой и летом, у нас получатся вот такие две картины. Зимой будет вот такая вот линия, летом, наоборот, вот такая линия. И только весной и осенью, в день, как там, весеннее, осеннее, солнцестояние, да, будет прямая линия. Только в этот день, в эти дни, либо близкие к ним, мы можем пользоваться в полной мере этим методом. В другие дни, если мы, например, утром выходим в лес и ориентируемся по этому методу, мы раз определили, у нас получается уже 45 градусов, например, в отличие от реального положения вещей. А когда мы будем возвращаться домой, мы снова сориентируемся, у нас тут совсем другая картина будет. Там может быть 45-90 градусов. То есть мы, например, вышли, пошли так, а в обратном направлении будем возвращаться вообще под каким-то углом и уйдем неизвестно куда. Это нужно понимать, поэтому этот метод хорошо работает в дни весеннего и осеннего солнцестояния. При этом близкие дни тоже можно использовать, а в другие дни он лучше всего будет работать в обеденное время, ближе к обеду. То есть вот здесь, там, где дуга ближе всего, ну, собственно, вот этой вот линии прямой. Ближе к вечеру, к заходу и восходу солнца уже увидим, что будут проблемы с этим методом. Ну, как-то так. С этим понятно. Опять же, нюансы этих никто не расскажет. Обычно воткнули, смойте, вот, сориентировались и пошли. Вот, ну, давай дальше сейчас посмотрим, что там еще, чтобы мы успели. Что-что. Перерыв хотите? Невольшой. Давайте сделаем перерыв, потом продолжим. Хорошо, ребята. Ребят, компасы там раздали, давайте посмотрим. Солнце где у нас? Сейчас приблизительно на 12 часов. Где юг у нас? На юг. Смотрим на компас. Да, все верно. Напоминаю, что мобильных телефонов у меня здесь нет, чтобы ничего не оказывало влияние. Зато у Лизы в кармане свои. Не, ну, да, вот если ближе поднести, не, да, я скажу. Ну, не сильно, у меня, конечно, посередине на это может быть. Да. Еще момент, вот мы сегодня как бы коснемся в конце, на кресты, если посмотреть храмов, вообще в теории их должны строить так, чтобы верхняя прикладина, то есть вот эта вот касая прикладина, верхняя часть указывала на север. В данном случае все верно. Но если вы походите по Одессе, посмотрите на другие там церкви, храмы, вы увидите, что очень по-разному бывает, совершенно по-разному. Но мне вот, опять же, сделали какое-то такое заведчание или как-то такую вот вещь, сказали, что в старых храмах строилось правильно, а сейчас вот неправильно. Я пошел, были мы, получается, тут не то, что за область, ну, в принципе, неважно, в Сумской области были, и там была старая церковь, старая-старая. Но крест уже был новый, и крест уже был, опять же, повернут неправильно. Вот в Москве парень рассказывал, говорит, я в Москве сколько ходил, и все совпадает. Я постоял по гугл-картам, поискал эти фотографии. Действительно, у них независимо, с какой стороны вход, кресты направлены правильно. Но у нас зачастую это неправильно. Поэтому этот признак, на него можно посмотреть, но вы должны понимать, что гарантии никакой нет. Поэтому на свой страх и риск. Продолжаем. Тему, там у нас, в принципе, остался один метод по Солнцу, и потом еще по Луне, ну, я расскажу про него, он будет, наверное, самой сложностью. Значит, один метод по Солнцу, который дает достаточно четкие и правильные результаты. Если мы замеряем самую короткую тень, это, в принципе, хороший способ, но очень тяжело, когда тень подходит, вот, например, тут была наша палочка, тень движется, 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 движется. Вот в этой точке изменения размера тени почти не происходит, она очень слабая. То есть, и вычислить, какая из этих теней самая короткая, будет сложно. Есть один способ, который позволяет сделать это более четко, то есть, более точно определить самую короткую тень, условно говоря, направление северной. Сейчас я зарисую, опять же, не знаю, мы сейчас синий, уже кломастер. Да, наверное, нет, потому что я не левша, это, наверное, наоборот. Хорошо. То есть, у нас, например, есть, опять же, наша палка, которая вкопана в землю, и у нас Солнце в какой-то момент... Так, откинула тень, да, уже начали, откинула тень, вот здесь вот. Ну, то есть, отметили точку конца тени. Это понятно, да, ребят, вам видно будет, не видно, или сейчас покажу. Теперь, что мы делаем с следующим делом. Мы от нашего шеста до этой линии берем нитку, натягиваем до нашей точки отмеченной, и ставим какую-нибудь палку, которой мы можем прочертить круг по земле, по грунту. То есть, это может быть песок, земля и прочее. Как циркуль. Да, как циркуль. Ну, словно говоря, получается как там, я так примерно рисую, получается примерно так. В течение дня, например, у нас там зимнее время, у нас Солнце будет двигаться, тень будет двигаться вот так, то есть до самой короткой, и потом снова удлиняться. В какой-то момент она снова пересечет вот эту вот линию. Там мы ставим вторую точку. У нас получаются две точки. Первая точка будет соответствовать Востоку, ой, Западу, вторая точка будет соответствовать... Так, честно, я не напишу. Тут первое положение Солнца, тут второе положение Солнца. Опять же, тут будет первая точка, вторая точка, Запад. То есть, вот так вот, в принципе, выглядит данный метод. Вначале Солнце было здесь, да, да. Вначале Солнце было здесь, где-то оно. Вот. И откинуло тень, которую мы пометили вот цифрой 1 и точкой. После этого мы прочертили круг с радиусом, равным вот этой вот длине. И дождались, когда тень снова пересечет эту точку. То есть, у нас получается... Сейчас еще покажу. У нас получается так, что наш тень пересекает два раза этот круг. И вот в этих местах, где оно его пересекает, мы делаем... Мы отмечаем его точками, да. Еще возможен вариант в летнее время. Она будет двигаться, по-моему, сейчас я напишу, лето. Лето, это зима. Но если мы делаем это, допустим, не с утра, а ближе к 12, значит, у нас круг может уменьшиться. Да, 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 да. Он уменьшается в зависимости, когда мы начали ставить... Все верно, да. Да. И чем раньше... Сейчас покажу. И чем раньше... Вот сейчас было правильно сказано. Чем раньше мы начинаем этот метод использовать, тем лучше. Почему? Потому что в утреннее и вечернее время, чем ближе к Солнце, к горизонту, тем быстрее меняется тень. То есть тогда нам проще увидеть, где у нее конец, здесь либо здесь. А когда, например, ближе к полдню, то вот это вот расстояние незначительное мы ставим, и у нас уже погрешность. Чуть выше, ниже палочку поставили. Плюс тень, вы должны понимать, она размытая немного. Почему она размытая? Потому что Солнце у нас это не точка светящая, а оно имеет угол примерно... Ну, угловое расстояние полградуса. То есть по нему, в принципе, можно так вот... Взяли какую-нибудь там линейку или что-то, померили. Вот Солнце это полградуса. Луна тоже полградуса. То есть диаметр диска Луны один полградуса. Так, возвращаясь к этому методу. Первую точку поставили, вторую точку поставили. Первая это восток, вторая запад. Еще к этому методу добавляют проводим перпендикуляр. Та сторона, она является северной. В принципе, если вы знаете две эти точки, вы все остальное можете уже без дополнительных перпендикуляров определить. Да. Показать что-то. Ё-ё-ё-ё. Что это? В смысле? А, как это было бы означать? Да. Хорошо, давайте так. Вот палка. Палка, вот тень. Вот тень сейчас сделаем по-другому. Более точным. Хорошо. Мы надеваем на палку эту штуку. Наверное, большая получается. Сейчас посмотрим. По-моему, он делает, короче. Держи, держи, держи. Нормально. Например, первая тень у нас оказалась... Подожди, вот. Вот у нас есть. Да куда, если по столу рисовать? Мы можем же партман подвинуть в эту. Да подойди, нет. Тут нормально будет, нормально будет. Вот так сейчас посмотрю. Главное, чтобы узел прокручивался на металле. Да, прокручивается. Вот, хорошо. Беру, если я делаю с помощью, собственно, фломастера, я пододвигаю максимально сюда веревку. Почему? Потому что здесь у меня может быть и так, и так, да? Чем ближе веревка к фломастеру... Или к палке, да? Ну так, к палке, да. Тем меньше, соответственно, я могу, да. Ну, стараюсь удерживать карандаш прямо. Например, первая точка оказалась здесь. Делаю, поехали. Веревка, должны понимать, вот она плохо прокручивается, да? Должны понимать, что она... Мотивительнее. Она тоже растягивается так. Там у нас стол. Ну, в общем, приблизительно как-то так. На самом деле, я сейчас еще пальцем прижал веревку. Она укоротилась. Тут будет расстояние чуть короче. Ну, приблизительно, чтобы был смысл понятен вот так вот. Циркуль. Да, получается своего рода циркуль. Ну, все. Смысл, думаю, понятен. На самом деле, можно просто взять палочку и отломать. И вот эту палочку с разных сторон тут ловить. Ну, то есть, как вариант. Как угодно делайте. И вот, где она. Да, она сюда опустилась. И тут она пересекла. У нас получатся две точки. Здесь будет западная, здесь будет не смешно. Ну, вот. Как бы с этим методом, я думаю, разобрались, да? Достаточно точно нет, но минус его в том, что вам придется много времени потратить. Еще один минус в том, что, если, например, утром у вас было солнце, вы рады стараться, отметили точку, а вечером раз у вас солнце зашло за облака, и у вас метод наверно. Поэтому, как бы, должны знать совокупность этих методов. Вот. Почему должны знать совокупность? Потому что, если пользуемся одним, в некоторых случаях он, может быть, там неудобен. Либо не получится. Хорошо. Переходим к ориентированию по Луне. Ориентирование по Луне очень похоже на ориентирование по Солнцу. Когда мы вспомним, как мы ориентировались по часам, два часа дня, шесть часов вечера, то есть, меряли. Это все то же самое, только там нужно провести некоторые манипуляции. Опять же, этот метод плохо работает в низких широтах. То есть, низкие широты, это не южные широты, это близкие к экватору. Низкие широты в южном полушарии тоже могут быть, они ближе к экватору. Это тропик и экватор. Там, где Солнце проходит высоко, и Луна, соответственно, над горизонтом. Работают хорошо в умеренных широтах, более-менее, ну и высоких. То есть, ближе к полюсам, к южному и северному. Значит, изначально нам нужно разобраться, что такое растущая и стареющая Луна. Кто знает, что такое? Как определить стареющая Луна или растущая? Малышка, правая. Сейчас, 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 давайте. Старший знает. Из младших. Буква У, получается, убывает. Буква У? Получается, буква Э растет, если другой стороны, то буква У выйдет. А, У, я думал, у нас было другое право. С стареющая, ну типа того. Ну да, да, да. То есть, давайте нарисуем. Где у него на нас будет вверх? Давай так будет вверх. Хорошо. Чтобы было понятно. Так, первая Луна. Ну, я так сразу верю. Условно говоря, это темная сторона вверх. Да, я не рисовал месяц, у меня автоматически включается вот Луна. Такая. То есть, Луна, она всегда круглая, ну или приблизительно к тому. Ну, пускай, пускай. Блин, нет, чтобы было понятно, пускай так будет. Я сейчас еще покажу частичный случай, частный. Это вот такая Луна. И это длинная Луна. Хорошо. Это у нас будет вот такой выгиб. Это будет такой. И это у нас будет. Хорошо. Смотрим, ребят, вот на картинку. Вот. Здесь у нас четыре состояния Луны. Ну, я не знаю, как правильно сказать. Фазы Луны. Это у нас растущая. Это у нас полнолуние. На все светится. Здесь у нас стареющая Луна. Это новолуние, когда Луна почти не видна, она находится. Ну, вот Солнце светит днем, и она примерно там же находится. То есть, мы ее не видим, потому что она освещается Солнцем с той стороны. Солнце находится дальше от нас, чем Луна. Освещает ту сторону, которую мы не видим. Плюс из-за того, что мы наблюдаем за ней днем, мы ее не видим, потому что она просто не выделяется на фоне остального неба. Темным телом не является. Как определить Луна растущая либо стареющая? Если к вот этому диску, ну, диску, светящейся половинки, сюда приклеить линию прямую, то получится буква Р. И растущая. И линия получается Р. Да. Проводим линию растущей. Если мы здесь проведем линию, то буква Р не получится. Ну, понятно. Здесь буква С. Это стареющая. Ну, то есть, вот это вот самое главное запомнить. Еще важный момент. Если мы будем в южном полушарии за этим наблюдать, там будет все наоборот. В начале она будет. То есть, там все будет работать наоборот. Стареющая. В зеркальном ображении. Ну, да. Якобы будет являться растущая, а растущая якобы стареющая. Ну, это чуть попозже к этому беремся. В наших широтах вот так вот все происходит. Новолония, полноволония. Дальше. Теперь важный момент. Чтобы определить алгоритм действий. Просто запоминайте. Первое. Смотрим растущая или быстрейшая. Давайте разберем растущую лулю. Солнце село за горизонт. У нас растущая луна. То есть, солнце ушло за запад. А луна еще не опустилась. Вот она освещается с солнцем. С правой стороны у нее диск. То есть, например, у нас солнце за горизонтом. Вот она там как-то освещается. Ну, приблизительно. Вот. Что делаем дальше? Нам нужно поделить весь диск луны на 12 частей. Да. Я примерно покажу. То есть, вот так вот делим. Примерно на 12 частей. Вот там, где у нее края. Это примерно 6. То есть, вот так вот будет. Это 6. Тут смотрим. Вот сейчас она примерно сколько там. Ну, может, частички 3 получается. То есть, на 12 частей делим. И смотрим, сколько частей освещено. Сразу нарисую похожий вариант. Она будет освещена. Пускай это будет опять же растущая. Вот это, ребят, чтобы вы понимали. Тоже растущая луна. Только у нее светом. То есть, изначально она была такая. Она растет, растет, растет. И пока не доходит до вот такой вот позиции. То есть, это тоже растущая. Несмотря на то, что если мы подставим сюда черточку, у нас R не получится. Ну, в принципе, получится. Ну, такое. Здесь, например, будет уже вот, например, смотрим, тут 6 частей освещено. И еще там где-то примерно, может быть, 2, либо 1. То есть, освещено тут, например, 7 частей. Здесь освещено 3 части. Вот, это запомнили, да? Смотрим, сколько частей из 12 освещено. Дальше нужно, ну, в данном случае нам нужно знать время. Смотрим на время. Например, у нас на часах 8 часов вечера. По зимнему времени. 8 часов. Если у нас Луна растущая, R растущая, означает разница. S стареющая, означает сумма. Тоже запомнили, это еще одна важная вещь. Поскольку у нас Луна R растущая, значит, у нас разница. Значит, нужно от 8 часов на часах отнять то количество освещенных частей, которые у нас получились. Например, 3. 8 минус 3 у нас получается 5. Это означает, что в 5 часов вечера Солнце будет находиться в том же месте, примерно, где Луна. А дальше мы ориентируемся как будто бы по Солнцу. То есть в 5 часов, соответственно, час ему нужно до запада, соответственно, отступаем вправо в 15 градусов, получаем запад. Но этот момент самый сложный, для этого нужно хорошо ориентироваться по Солнцу. Просто объясняю. Дальше. 7 частей. Например, время 10 часов вечера. 10, поскольку у нас Луна растущая, значит, разница. 10 минус 7 получается 3. Значит, в этом месте, где сейчас находится Луна, приблизительно в этом же месте будет находиться Солнце в 3 часа дня. Если у нас Луна стареющая, тут, ну, пускай там 4 части. Значит, и, например, время 5 часов утра. 5 часов утра, S, стареющая, значит, сумма, плюс, значит, 5 утра, плюс, сколько там сказал, 3, ну, пускай 3, 3 или 4. 4. 5 плюс 4, 9 часов. 9 часов утра, значит, здесь в 9 часов утра будет находиться Солнце. Дальше определяем по этому Солнцу. На самом деле, 9 часов, это между 12 и 6. Соответственно, это направление на северо, на юго-восток. Потому что Солнце движется с востока на юго. Это так, просто говоря. Вы должны понимать, что вот это растущая Луна, вот это растущая Луна. И даже вот такая Луна, с такой тонкой тут полосочкой, еле заметной, темной в смысле, все остальное свечное. Это тоже растущая Луна. А вот эта вот Луна, с темной самой полосочкой вот здесь, это стареющая. То есть просто увеличиваем эту полосочку, просто специально, умышленно ее увеличиваем, и у нас получается вот буква С. Ну, почему она стареющая, почему она стареющая, растущая, я думаю, понятно. Когда она движется, она немножко как будто отстает от Солнца. Солнце здесь, она здесь. И у нас получается уже в конце. Сейчас, сейчас. В начале Новолуния, потом она начинает двигаться от Солнца со временем в левую сторону. И освещается, здесь Солнце, здесь Луна. Луна освещается с правой стороны. Дальше, 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 дальше. Все больше, больше, больше. И когда они находятся по разной стороне от нашей Земли, то есть Солнце с одной стороны, Луна с другой, мы получаем полный диск Луны. Поэтому полнолуние наблюдается только там, ночью, когда Солнце зашло за горизонт. А вот растущая Луна и стареющие могут быть видны, в том числе и днем. Ну, метод сложный, поэтому, я думаю, вопросы по нему сложно будет задавать. В южном, сразу расскажу, в южном полушарии все делается наоборот. Если была стареющая, значит мы не суммируем, а делаем разницу. Если была растущая, значит суммируем. И определяем уже не юг, помним, а север. Ну, вот, собственно, по этим методам. Все, я думаю, с этим разобрались. Как-то, насколько смогли. Давайте поговорим о методах, когда у нас нет Солнца на горизонте. Чем мы еще можем пользоваться. Существуют и другие методы, но они, скажем так, менее надежны. Какие, знаю, методы по окружающим предметам? Есть муравейник. Давайте по очереди. Нет, муравейник нет. И мох нет, потому что мох ищет влажность, поэтому он может быть в любом месте, где есть влажность. Муравейник, он... Сейчас два начнем с Х, а потом продолжим, да? Вот насчет, как человек уже сразу сказал, зачастую в литературе писано, что с какой стороны мох растет на дереве, либо на камнях, там и север, там холоднее. Но вот объяснили, что бывает влажность, то есть рядом река, там болото, и мох может расти не обязательно с северной стороны. Поэтому этот метод такой себе. То есть на него можно обращать внимание, но не ориентироваться только по нему, посмотреть, куда покажет мох и использовать другие методы. Это, опять же, мы рассматриваем варианты, если небо затянуло тучами, а нам срочно нужно куда-то идти. Это очень рискованно, но если уже необходимость есть, то с какой-то долей вероятности мы можем предположить, что мы движемся в правильном направлении. Но если есть возможность подождать, и от ориентирования правильно зависит не только ваша жизнь, то лучше подождать. Как узнать, где юг, подождать весны, да, и осень, пусть и полетят на юг. Ну, да, или если вы это самое, как там, если вы заблудились, подождите ночи и посмотрите на полярную звезду, она, как там, несравниво мала с вашими неприятностями. Значит, следующий вариант ты сказал про муравейник. Как с муравейником? Хорошо, с муравейником, как объясняется по литературе, он обычно с одной стороны так пологий, с другой более крутой. Пологий входа обычно говорят, что направлен на юг, либо же муравейник может находиться возле какого-нибудь препятствия, например, большого камня, либо, там, дерево, да, и он находится с южной стороны. Но, опять же, из того, что я видел, у меня не было возможности поэкспериментировать с этим, но из того, что я видел на видео, один тоже парень, который занимается вопросами выживания, показывал муравейник, который не был направлен на юг. То есть, это такой тоже сомнительный способ, да и не любой муравейник, вы должны понимать, выглядит в виде кучи такой... А там просто муравейник косые. Ну, может быть, но нас это не должно волновать, то есть, косые муравьи... В общем, должны понимать, что можно, но не всегда совпадает. Так, следующий способ по коре. Обычно говорят, что кора на дереве более грубая с северной стороны, но я вот, например, сколько ходил, смотрел, тяжело разобраться, может быть, в каких-то регионах. Еще говорят, что ветки вроде бы... Это сейчас мы к ним вернемся. К веткам мы отнесли, но в самый последний момент мы к ним еще вернемся. Кора обычно говорят, что более грубая с северной стороны, но, опять же, тут как получится, да. Насчет веток там неправильно. Я расскажу, да, да. Или я дам тебе слово, ты скажешь, хорошо. Следующее, по потекам смолы. Ну, смысл в том, что как бы южная часть дерева лучше освещается, и из-за этого на ней больше потеков. Но тоже может быть по-разному. То есть можно на это обращать внимание в совокупности с другими методами, не по одному дереву, тут признак, тут, тут, и там, где большинство признаков совпало, перепроверили с помощью других. Если все показывают в разные стороны, то просто сидите и ждите, да. Когда полетят лебеди. Вот, когда прояснится погода. Либо ищите, опять же, из чего можно сделать иголку, и там все-таки понадежнее. Вот, следующее, по квартальным столбам. Тоже описывается в военной территории, в том числе, я, наверное, рисую. Квартальные столбы, кварталы в лесу, знаете, что такое, да? Столбики деревянные, а длюшка. Деревянные столбики между, это вот порой, по просеке в лесу, они... Там 500, нет, по 50 метров. Нет, по 500 и по 1000. А, да. Ну, бывают по-разному, да, но смысл в том, что лес обычно, как бы, разграничивается на участки, на вот эти вот просеки, нет, просек, это, по-моему, называется, на квадраты, да. А вот эти вот просеки, они как бы, ну, и образуют эти квадраты. И вот на стыке двух просек стоит обычно столб. Ну, сейчас покажу по литературе вид сверху. Давайте я покажу вид сверху, вид сбоку. Словно говоря, так это вид сверху, а так это будет примерно выглядеть, он такой какой-то вид сбок. Так, где-то раз, раз, раз. И тут, короче, раз, свои обозначения идут. Ну, не всегда там бывают такие небольшие углевления. Бывают, сейчас я покажу, например, так. И тут 27, 28. Это вот идеальная ситуация. Обычно просеки располагают север на юг, ну, соответственно, с востока на запад. Вот так, к примеру, выглядят эти квартальные столбы, да. Как рекомендуется поделять направление на север? Берем самые две маленькие цифры. Здесь 27, 28, 3, 4. 3, 4. Значит, здесь 27, 3, 3, 4, 4, 28, 28, 27. В какую сторону у нас север? Север это направление между двумя самыми маленькими цифрами. Самые маленькие 3, 4. Значит, север у нас здесь. Это в идеале. Зачастую так и получается. Но бывает так, что цифры могут меняться. То есть, бывает, что совсем-совсем по-другому. То есть, не совпадают с севером и югом вот эти цифры. У меня есть видео в интернете, кому интересно. Можете посмотреть, там как раз есть анализ этого метода. Я показывал разные карты и показывал, как там ориентированы эти просеки. То есть, на них, ну там может быть полный каламбур. То есть, можете пробовать по таким, этим методам полицы, но в совокупности с другими. Ну, по сравнению, например, с самком, наверное, там все-таки будет более правильный метод. Но, опять же, берем совокупность, по одному не ориентируемся. А лучше все-таки ориентироваться по звездам, солнцу и луне. Так, с этим разобрались. Две самые маленькие цифры – это север. Дальше все остальные способы определяем, ну, тем способом, который рассмотрели дальше. Поворачиваемся справа – восток, слева – запад, сзади – юг. Так, по крестам на православных церквях. Я нарисую еще раз. Мы уже наблюдали на улице. Еще нарисую, словно говоря, крест, так, приблизительно. Например, раз. Ну, поскольку мы уже этот вопрос изучали, сейчас, наверное, у вас прошу. С какой стороны, что с этой стороны, что с этой? Давайте, что находится по отношению к вам с левой стороны от креста? Здесь какое направление? С север, ну, запад, восток. С этой стороны. Сейчас мы смотрим вот со стороны Виталика руки. Какое направление? С север, нет, нет. Восток, запад. Еще один вариант, всток. Ну, давайте, хорошо. Так себе. Север. 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 Просто запоминайте, там, может, не все слушали. В правильном установленном кресте вот эта перекладина косая показывает на север. Да, может, как-то по-другому. Я просто так запоминал. Все остальное мы уже знаем из правила, опять же. Становимся лицом на север, все остальные стороны определяем автоматически. А кто ты хотел спросить? Ну, так если ты видишь церковь, зачем определяют по кресту? Можно подойти и спросить? Правильно. А если ты партизан? Можно же быть в городе? Не всегда можно просто выйти в город. Кроме того, бывают какие-то заброшенные колокольни, там, села и прочее. Кроме, вот, насчет спросить. Важный момент. А, в Припять. В Житомирской области мы были, мы спрашивали. Я показывал на карте, ребята, где мы находимся. Мы говорим, мы вот где-то вот здесь, вот здесь. Мы шли все время на запад. А они на машине, они вроде там местные, катаются. Да нет, вы находитесь здесь. Как? Я говорю, совсем в другую сторону. Я говорю, да мы идем на запад все время, сейчас. Какое ж так? Нет, нет. Я говорю, нам нужно сюда подвезти нас. Они нас подвозят. Я смотрю по слову, что мы едем на юг. Выходим там, где нужно. Там, где нужно. То есть, ребята же, те, которые местные, они зачастую не знают, где сей родею. Они вам скажут, и вы пойдете, ну, конечно, если накормят, хорошо. Но это, местные жители, это дело такое. Еще один способ есть, не способ, а тоже определял, куда птицы летят, по солнцу ориентировался. И говорил, местный проходил. Говорит, на какое там что-то север? На восток? Я так подумал, подумал, нет. Все-таки там на север было. То есть, местных спрашивать, это вопрос такой. По-моему, проще по мху сориентироваться. Ну, давайте теперь вот то, что как раз парень говорил вот в синей куртке. По поводу способов, которыми нельзя ориентироваться. Вот как раз насчет крона. Все, все, Виталий, спасибо. Дерево. Насчет крон-дерево сказать. А, дерево. Да, дерево. Они направлены... Если там бывает такое, то, что одно дерево далеке от других, и оно пытается стынуться к другим. И всеми своими ветками к другим тянется. К деревам? Да, к другим тянется. Он свободе тянется. Хорошо. Ну, то есть... Если густо стоят, он, наоборот, к свободе тянется. К солнцу и к свободе. Но смысл в том, что, да, обычно рекомендуется найти в лесу одинаково стоящее дерево. И крона у него, якобы, более пышная, с южной стороны, ну, понятно, для северного полушария, имеется в виду. Вот. Но здесь такая штука. Во-первых, тяжело найти отдельное стоящее дерево. Это вам нужно пройти там пол леса. Хорошо, вы нашли. Нашли поляну, нашли отдельное стоящее дерево. Ура! Браво! Сориентировались по этому методу, начинаете идти, через 5 минут вам тоже нужно сориентироваться и как? Снова возвращаться на поляну? Сосить собой дерево. И ставить его правильно, да? Смысл в том, что, во-первых, тяжело применить этот способ на практике, потому что у вас дерево будет стоять на месте, а вы будете уходить. И вам каждый раз нужно ориентироваться. Да, со мной, как говорят. А потом вы расположите их в соответствии с компасом правильно и ориентируйтесь спокойно. На самом деле, ветки не всегда направлены на юг. Вы можете сами в этом убедиться, просмотрев большое количество деревьев. Второе. Ну, я не знаю, по каким причинам, говорят, что от этого зависит только и влажность, точнее, не от этого, а это зависит и от влажности, и от направления ветра, и от кучи других факторов. Поэтому не только солнце влияет на направление... Ветер, аэродинамика. Ну, в общем, все, да, зависит. Плюс дерево, когда росло, оно могло расти... Сейчас оно отдельно стоящее, а может, тут некоторое время назад были другие деревья. Оно росло... Пирали. Да, потом их убрали, либо ветром снесло их убрали. Вроде бы оно... Все как по учебнику, но на самом деле нет. Но опять же, достаточно... Да-да, вопрос? Ну, мы в длинном лагере ябл на выживании, и мы вот обо... Нам сказали, что надо сориентироваться. И мы вот по деревьям... Ну, и у нас... Получилось, да? Да. Просто же говорю, иногда получается, но зачастую говорят, что биологи говорят, что нет. Так не стоит. Ну, и не по одному там, по несколько. По несколько. Просто может совпать так, что вы здесь деревья просмотрели, из них 7 совпало на юг, может, получается, что 7 совпало ни в том направлении. Мы можем так. То есть, я бы не рекомендовал и еще один способ, точнее, еще два. По годовым кольцам деревьев, знаете, да? Срезают пень. Пень есть, который срезан, не бензопилой, потому что там вообще ничего не разобрать. А... Не срублен, точнее, может, бензопилой получится. Вот пень, который вы посмотрите, там годовые кольца, и говорят, что... Ну, в литературе, по крайней мере, пишется, что... На юг, конечно. Да, давайте я нарисую пень, условно говоря, там пень какой-нибудь такой. Тут годовые кольца. Делаем вот так, наверное, раз, два, четыре. Годовые кольца, то есть каждый год там, ну, растет дерево, расширяется, эти вот, все это на кости не знают, опять же, ботанических, условно говорят. Говорят, что там, где... там, где кольца шире, ну, да, там направление на юг. То есть тут юг. Ну, там юг, да. Вот. Ну, на самом деле, опять же, рассматривал кучу разных источников. Во-первых, у меня есть неплохое видео, там, где я показываю два пня рядом стоящих, и они в разные стороны показывают юг. Ну, это самый показательный способ. Да, опять же, говорят, что не только от южности, тепло, от солнца зависит от влажности, от направления ветра и кучи других факторов. Поэтому, еще один важный момент, я не проверял, но встречал в литературе один раз, если срубить дерево на разной высоте, то кольца у меня будут направлены в разные стороны. То есть может быть такое. Поэтому этот способ ненадежный. Его не используем. Кроны, я, то, что я смотрел, ориентировался, я бы не рекомендовал, я бы им не пользовался точно. И еще один способ по подсолнечнику. Кто с вами поправит способ? А, я понимаю. Вот, он за солнцем, типа, следит. Ну, вопрос такой, смысл, досмотрите на подсолнечнике, если можно посмотреть на солнце. Но, по некоторым источникам, он следит даже, когда солнца нет. Думаю, ну, может быть. Я провел эксперимент, заснял видео, стоит поле подсолнечника, в обеденное время, солнце на юге, подсолнечники направлены на восток и на юго-восток. Ну, они направлены, солнце было там, они были направлены левее. Все поле стоит, и как бы договорились. Если вы едете на машине, мимо поля, просто обратите внимание. Они обиделись. Да. Они обиделись. Встали. Вот, скорее всего, да. Это не сон, да. Я показал, мне возразили, сказали, что, ну, это нужно смотреть на молодые подсолнечники, когда они еще не, не на это самое, набрались семян, хотя нигде это не написано. Я говорю, хорошо, через год, или там, пока еще молодые, они снова поворачиваются на восток, юго-восток-восток, иногда крайне редко на юг, и крайне вообще редко, там отдельные экземпляры какие-то, куда попало смотрят, на север, ну, то есть просто хаотично. Вот, я посмотрел на самый-самый молодой, вот, цветочек, или как мы правильно называем, 20-соцветия, который еще не распустился, ничего, он не направлен ни в какую сторону, он растет вверх. Как только он начинает направляться, он поворачивается на восток, либо юго-восток, в основном. То есть этот способ, ну, у меня не работал, сколько проверял, ну, не раз. Поэтому этим способом, ну, я бы не рекомендовал пользоваться. Вот, ну, я думаю, основной я рассказал. Есть, конечно, способы еще по солнцу, например, если вам не важно, от стороны света, вам просто нужно пройти в одном направлении, и потом вернуться, по обратному, так сказать, азимуту. Вы можете, например, солнце перед вами, вы идете на солнце, и потом знаете, что через там, непродолжительное время, вам нужно возвращаться, поворачиваете, идете, смотрите, куда направлена ваша тень, по тени. Но вы должны понимать, что солнце со временем смещается в сторону, в северном, в южном полушарии, по-разному, и вы должны делать корректировку. Если вы идете, солнце от вас, например, под 45 градусов справа, то когда мы поворачиваемся, как должна быть направлена тень? Под 45 градусов справа. То есть я шел, солнце было здесь, соответственно, тень там, когда я поворачиваюсь полностью на 180 градусов, у меня опять же тень получается под 45 градусов. Солнце с другой стороны, тень с другой стороны. Можно, конечно, было бы ориентироваться по самому по солнцу, например, если вы шли, и солнце было там, то потом идти оглядываться неудобно, поэтому проще ориентироваться по тени. Если вы уходите, солнце изначально сзади вас, ориентируйтесь по тени, 45 градусов, я говорю просто в словаре, 45, возвращаемся, соответственно, 45 должно быть солнце с той стороны. Если мы идем на час, то делаем поправку, что каждый час солнце смещается на 15 градусов. Лучше так далеко не уходить, конечно. Плюс вы должны понимать, если вы пошли по солнцу, точки на небе появились, и вы можете застрять. В финале хотел сказать лекции о том, что желательно с собой брать компасы не один, вот этот компас, который мы вам сегодня демонстрировали, я убрал в походы, однажды от ребят ушел с ним в березки, тоже была честная местность, которая высохла, и березки, буквально там видимость, ну, может, 4-5 метров была. Я говорю, давайте я пойду посмотрю, там должно быть болото. Мы хотели там поэкспериментировать, как можно из болота его преодолевать, но так и не нашли, все пересыхало. Я прошелся, собирался поворачиваться в обратном направлении и возвращаться по компасу. Раз, а стрелка спрыгнула с оси. А компас, что понятно, этот компас жидкостный, он, то есть, не раскручивается. Просто она так заблокировалась, соскочила, и ни туда, ни сюда. И я вот начал бить, 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 бил, бил, благодаря тому, что аккуратненько подбила, она спрыгнула обратно на ось и начала вращаться. И только так я вернулся. Так бы пришлось приблизительно идти в обратном направлении, но это на самом деле плохая идея, потому что, как показала практика в песках, в Лешковских, вот ты идешь, дошел до следующего ориентира с помощью компаса и говоришь, смотришь по компасу, нам туда, а ребята говорят, не, нам не туда, нам туда, мы шли, Макс, мы шли туда. Я говорю, да нам туда. Нет, не туда, они просто были уверены, ну, компас пока так, я говорю, нет, давайте уже идти по компасу. Реально люди путаются. Вот вроде бы казалось, что ты шел туда, смотришь, думаешь, так, пройди туда, смотришь, стрелка пока туда или туда. То есть, очень легко сбиться с пути и даже днем, если нет каких-то явных ориентиров. Ну, пользоваться способом мальчика с пальчика кидать за собой крошечки. их могут съесть мыши. Но тогда гадешь. Ну, и волки за тобой, плюс их песком просто может занести. Тогда где-то сказать, придется с собой еще и камни. Второй рейкзак. Ну, да. Чтобы не улетел. Ну, хороший способ идти по прямой, если ледная местность прямая, например, снежная равнина, можно идти смотреть по своим свидетам. Поворачивайтесь назад, если, например, ориентировать, вот вы, поставили солнце выглянуло не на большой момент, на фрагмент какой-то, ориентированно на горизонте не видно, вот сплошная длина. Вы наметили, там, стрелку, например, себе пометили, докушали, если вы там чем-то занимались, поставили как стрелка и пошли в этом направлении. Идете, идете, посмотрели назад, смотрите. Среды начали закругляться, значит, подкорректировали движение и так дальше. Опять же, можно двигаться нескольким людям, то есть три человека. Один стоит здесь, взяли, например, направление, солнце спряталось, но мы знаем, куда нам нужно двигаться. Один пошел вперед, встал там. Теперь, тут два стоят человека. Теперь, один из этих двоих идет туда дальше, 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 и ориентируется так, поворачивается, и у него два позади стоящих должны совпать на одной линии. У нас, получается, уже три человека выровнены в линии. Теперь последний человек обходит всех этих троих и становится там дальше для того, чтобы предыдущих два совпали в одну линию. И так может двигаться некоторое время. То есть, если какая-то ошибка будет, она будет улыбнута, в другую, в принципе, какое-то расстояние можно пройти. То есть, если действительно срочно нужно, а других способов ориентироваться нет. Это уже способы, которые я для себя разрабатывал, потому что найти в интернете ничего не получилось. Бывает, говорят, что идешь, если, например, след ты не оставляешь, можно палочки втыкать и через время, чтобы они опять совпадали. Но, например, если мы берем пески Лешковские, там это сложно, потому что там холмы, мы поднялись, спустились, уже ничего не видно за холмом. Хороший вариант ориентироваться ночью по зареву от городов. Вот в Лешковских песках, опять же, это явно было видно. Вначале по звезде находите ориентир, а потом ориентир, может быть, светящийся горизонт. Там светится, там, и вы намечаете, идете. Если даже на какой-то момент звезды спрячутся за облаками, вы уже будете идти на это зарево. И причем, чем хуже погода, тем зарево будет ярче. Ну, потому что облака, и оно освещается сильнее. Очень удобные штуки, но, опять же, на больших площадях далеко стоящий ориентир взяли и на него пошли. В лесу ориентироваться сложнее, потому что деревья все похожи между собой. Можете взять ориентир, пока к нему идти, уже переплыть это дерево, и дерево, или то, если спустились в ямку, поднялись, а рисунок поменяется. То есть деревья, которые вроде стояли в ряд, подошли поближе, они уже стоят вот как-то так, то есть уже можете заплыть. Ну, нужно быть с этим очень внимательным. Ну, в принципе, основной рассказал. Берите с собой два компаса, минимум. Желательно, чтобы у каждого участника они были. И вот, например, иголку, вот у меня, например, браслет, в браслете два крючка для рыболовной, рыболовной крючки. Тоже леска. Эти крючки я намагнитил, поэтому, в случае чего можно распустить браслет, использовать крючки как стрелку магнитного компаса. Собственно, все. Думаю, что основной рассказал. Есть вопросы, ребята? Ну, практика, да. Я просто рассказал сейчас почти всю информацию, которую узнал. Большую ее, по крайней мере, и часть. В том, что я не внедрялся. Исходя из этого, вы можете посмотреть, насколько широка эта тема. Вы можете посмотреть, что-то способы множество. То есть, если вы попали в беду, у вас нет иголки, вы можете ориентироваться так. Если нет того, то у вас, может быть, будет иголка по себе или какая-нибудь другая металлическая вещь, которая может намагнититься. Ну, опять же, мхи это такое. Это самый крайний случай. Лучше им не пользоваться. Ну, как бы, вот так вот. Птицы не всегда летят на юге, на север. По-разному тоже. Они забыли, где север. Ой, с GPS-ами. Тоже GPS- вещь хорошая, но все-таки GPS я рекомендовал бы использовать так. Берете и просто себя перепроверяете. Потому что основные навыки ориентирования, которые у вас должны быть, это ориентирование с помощью компаса. Потому что компас вы можете сделать из подручных средств. GPS вы не сделаете из подручных средств. Но GPS вам поможет, если вдруг вы заблудились, вот просто не знаете куда, с чего, не взяли там азимут, аварийный, либо взяли, но там болото. Вы можете себя по GPS-у найти. И, в принципе, это действительно хорошая вещь. Не следует ее игнорировать. Но, в основном, нужно все-таки прибегать к таким методам. Потому что знать это одно, знать и уметь это другое, знать и довести умение до автоматизма это третье. Вот как бы и все. Все. Спасибо за внимание. Всем... Субтитры сделал DimaTorzok